Такие проверки по исполнению программы проходят практически еженедельно. Как отмечает заместитель главы Александр Ефремов, здесь контроль просто необходим. Особенно, если в городе работают недобросовестные подрядчики. Сейчас в Ореховзыве ремонт ведут две организации. Если к одной претензии нет, то другая к отстрой требует постоянного контроля, так как подрядчик часто нарушает установленные сроки. Конечно, мы не терпим информацию давали министру жилищно-коммунального хозяйства. Мы, естественно, общаемся и с руководителем фонда капитального ремонта. И в крайний раз, буквально в прошлой неделе, пятницу, я доводил до сведения заместителя министра, который курирует данные направления, и высказывали свои негативные мнения по данному ремонту. На улице 2-я транспортная дома 22 и 24 попали под комплексный ремонт. Там полностью демонтируют кровли, меняется перекрытие, будет новое электроснабжение. Если работы на фасадах не требуют срочности, их перенесут на следующий год. О ремонте внешней части зданий 4-го проезда Козлова тоже говорить не приходится. Был объезд главы. Данная подрядная организация нам пообещала, что до вторника дом будет полностью закрыт. Мы видим, что не полностью закрыт дом, то есть они не выполняют свои обязательства в очередной раз. Мы считаем, что они крайне непрофессионально зашли в город при производстве капитальных ремонтов. Во-первых, были вскрыты кровли и попали в самый дождливый период, это октябрь месяц. Естественно, были залиты некоторые квартиры. Александр Ефремов отмечает, что программа рассчитана и на 2018-й. Поэтому неисполненные в этом году работы, по большей части это ремонт фасадов, переведут на следующий год.